МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, друзья! Сегодняшнюю программу я бы хотел начать вот с какой интересной новости. Здравствуйте! Профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета из Англии представил миру свое новое изобретение. Представляете, он создал пластырь, который подавляет в людях желание есть мясо, а именно бекон. Суть его в том, что он выделяет запах жареного бекона, от которого человек, по мнению профессора, учуяв аромат, не захочет съесть бекон, а значит, встанет на путь вегетарианства. Мне кажется, если я учую запах бекона, а его рядом не будет, то мое подсознание будет судорожно искать какое-нибудь другое мясо. Хотя, с другой стороны, как мой желудок может спорить с наукой? Вообще, без науки человечество бы не развивалось. Поэтому я предлагаю назвать сегодняшний выпуск «Наука всему голова». На календаре 4 февраля, вторник, и вот, что мы для вас сегодня подготовили. Всю неделю о науке, чем удивит областная научная библиотека своих читателей. Полярные ночи и первый в карьере гол. Знакомимся с хоккеистом Сергеем Лихачевым. Бутерброд с сыром, вареное яйцо, каша и тортик. На какую еду похожи мурманчане? Друзья, доброе утро! Мы – это то, что мы едим. Многие из вас наверняка слышали эту фразу. Получается, что, если понять ее буквально, каждый из нас – это еда. Острый перец чили, черствовый хлеб, мягкая аппетитная булочка. У нас с ними гораздо большего, чем можно подумать. Вот я, например, на завтрак съела зефир и сразу как будто бы стала круглее. Интересно, что ели на завтрак мурманчане и на какую еду похожи они? На завтрак хлопья. Вы считаете, что вы чем-то похожи на хлопья? Ну, немножко, да. Чем? Если добавить водички, сразу это разбухаю. С утра вот, наверное, на кашу похож. Каша с утра – это вообще ужас. А если вечер пятницы? Ой, там не завтраки вообще. Тортик? С чаем. Я похожа чем-то на тортик, зачем? Похоже. Ну, и ты такой же сладенький. Ну, кстати, похожа, действительно, у вас такой беретиковый, такая яркая. Ну, как без сладости, в такую погоду холодную хочется согреться чем-нибудь вкусненьким. Вареное яйцо, два путерброда с мясом. На него и похож. А чем по-вашему? Знаете, сколько мне лет? Сколько? Сколько дадите? Ну, лет, наверное, 50-55. 60. А к вареному яйцу это какое отношение имеет? Здоровая пища. На завтрак я ела бутерброд с сыром и кофе-пиле. Вы похожи на то, что вы ели сегодня? Ну, на бутерброд я, наверное, не очень. А на кофе, да. Я крепкая. Вы похожи чем-то на то, что вы ели сегодня на завтрак? Возможно. Каша же что-то дает энергию, и она, допустим, различная и сила. Сколько нового можно узнать о людях? Оказывается, вокруг ходят бутерброды, тортики, стейки. Очень интересно. Друзья, кушайте хорошо, не болейте и берегите себя. Всего доброго. Сегодня, 4 февраля, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами снег и изморозь. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду. В порывах до 18 метров в секунду метель гололедится. В Кандалакше минус 11. В Апатитах и Кировске минус 10, минус 12. В Никеле и Заполярном 12 градусов ниже нуля. До 10 опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 8, минус 10 снег. Сегодня солнце взойдет в 10.08, зайдет за горизонт в 15.56. Удачного вам дня! Если наука всему голова, то как быть со спортом? Это тело, что ли? А может ли быть наука игрой? Или игра наукой? Предлагаю отправиться в профессиональный хоккейный клуб «Мурман» и познакомиться с одним из игроков. Семерка заполярного Мурмана. Полузащитник Сергей Лихачев. Первые шаги в профессиональной карьере сделал в клубе «Кузбасс» из родного Кемерово. Закрепиться в составе не удалось. И наш герой год провел во второй по всей лиге страны. В клубе «Саяны» из Абакана. Приезжал в его составе и в Мурманск. На финал переходного турнира в высшую лигу страны. Тогда Мурман победил. И Сергей в 2018-м сделал свой выбор в его пользу. И на финале там отыграл, в принципе, неплохо. И позвонил, спросил. Возможен такой вариант, что в команду попасть. Позвонил Сергею Сергеевичу Чернецкому. Он как бы сказал там «да-да», дал добро. И все. И получилось так, что задержался, так сказать, здесь на второй сезон уже. Цвета мурманского клуба Сергей Лихачев защищает второй сезон подряд. Богатой статистикой в плане голов похвастать не может. За почти 50 матчей он забил 7 мячей. Зато практически каждый приносил команде необходимые очки. Свой первый мяч в профессиональной карьере Сергей помнит до сих пор. Он случился в самом конце 2018-го на домашнем льду. Да, это самое такое ощущение было, когда еще не забивал, не знал, что такое вкус забитых голов. И когда ты его забил. Потом даже фотография была в распечатанном, так сказать, не в распечатанном, как кадр. Один с другим шел, как гол забивал. Я там даже потом это распечатал. У меня дома в рамочке она висит. Объемная такая, большая. А так, конечно, не по-моему, а московская «Динамо» была. К особенностям климата Крайнего Севера Сергею помогает адаптироваться невеста Ангелина. Они вместе более 4-х лет. Познакомились еще в школьные годы. В свободное время гуляют по Мурманску, ходят в кино или же смотрят сериалы. Из последнего совместного поход на картину «Плохие парни навсегда». Неплохой вариант справляться с полярной ночью. Потому что я как раз приехала, и она началась. И было тяжело первое время. А потом устроилась на работу, и все как-то устаканилось. И сейчас вот светлый день. Радует очень. В составе нашего клуба играют несколько уроженцев Кемерово. Так что проблем с коммуникацией у ребят не возникало. К тому же часто знакомые встречаются в составе команд соперниц. С кем-то вместе обучались азам хоккея. С кем-то играли бок о бок в команде. Во время игры особо не пообщаешься. Но иногда спортсмены остаются после матча перекинуться парой слов. Сергей на недавнем матче встретил знакомого по молодежной сборной. Вратаря Игоря Долгополова. Ну, общались так, в основном о личном. Как бы о хоккее такое было. Но чисто такое, я бы сказал, бытовое. Ну, просто не виделись там давно уже. Постояли так, пообщались. Темы обсудили, можно сказать, свои. Увидеть своего любимого Ангелина сможет лишь через неделю. Сергей вместе с командой улетает на три выездные игры. И только 13 февраля, аккурат перед днем всех влюбленных, он выйдет на лед перед своими болельщиками. Александр Суняев, Андрей Бричко, ТВ-21. Доброе утро. Напоминаю, что сегодня мы говорим о науке и научных экспериментах. Помните, в начале программы я рассказывал вам о пластыре беконе, который делает якобы из мясоеда викторианца. Как будто болезнь какая-то. В общем-то, это были еще и лепесточки. Слушайте следующее. Изобретена подушка, которая не даст вам ночью умереть от жажды. По задумке автора, имя которого не раскрывается, изобретение наполняется водой, которую можно пить через трубку, не вставая с кровати. Мне кажется, что такому изобретению нужно ограничить экспорт в Россию. Потому что русский человек эту подушку будет явно заполнять не водой. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, да? Смотрите, что будет далее в нашей программе. Знакомые герои фильмов и вымышленные персонажи. В рубрике «Я люблю» выставка кукол. Крепкое здоровье на долгие годы, всего за 10 минут в день. Утренняя зарядка с Сергеем Аникиевым. Игры викторины, лекции для любого возраста. Областная научная библиотека приглашает на удивительные мероприятия. Итак, как мы сегодня говорим о науке, я пригласил в студию заместителя директора областной научной библиотеки Ольгу Вовн. Доброе утро. Доброе утро. С сегодняшнего дня и до конца недели в библиотеке будет проходить научная неделя. Ольга, расскажите, пожалуйста, подробнее, что же там будет? Мероприятия у нас будут, ну, скажем так, разного толка. От более простых, да, которые могут все посетить, к каким-то более сложным философским темам, ну и, наверное, сложным концепциям. Ну так вот, из простого, что могут посетить все? Конечно же, мы предусмотрели большое количество игр и викторин. Но не таких скучных и серьезных, а, наверное, в более интересных форматах. То есть, например, для молодежи мы предлагаем игры на смартфонах, когда вы можете заходить, да, на платформу, на которую загружена викторина, и отвечать на вопросы. Вопросы будут тоже сложные. Одну из таких игр мы даже решили назвать брейнстормом, потому что это реально нужно сделать. Мозговой штурм будет в команде, чтобы ответить на эти вопросы. Даже наши мудрые библиографы, когда составляли их, они, в общем, затруднились ответить на некоторые вопросы. Вот. Игры. У нас пройдет такая потрясающая, мне кажется, вещь, которую могут играть. Игра, в которую могут быть задействованы люди от 5-6 лет и до 80-90. То есть вообще нет возрастания. Абсолютно без возрастных ограничений, да. Самое главное — собрать команду из четырех человек. Называется она Marshmallow Challenge. Игра эта позиционируется как та, в которой команда дошколят может обыграть команду топ-менеджеров. Вот так, да, вот заинтересовали. Заинтересовали, да. И у нас буквально сразу, как только мы разместили пост ВКонтакте, за короткое время практически все 10 команд у нас собрались. Сейчас уже, да, все команды есть. И команды тоже разного возраста. Конечно, в основном это молодежь, да, но мы рассчитывали на молодежную аудиторию. Родители, мы думаем, потом подтянутся как-нибудь, да, когда они поймут, да, как это интересно. Потому что дается, что дано у каждой команде. Как всегда, в решении любой задачи есть дано, да, есть решение, есть результат. Дается, в общем, значит, несколько спагетти, кусок веревки, кусок скотча. Ну, понятно, что это в количестве определенном дается, да, маршмеллоу. И вы должны за короткий срок достаточно построить из всего этого пирамиды, чтобы она продержалась в конце концов. Вот такой, хоть чуть-чуть, да? Вот хоть чуть-чуть, чтобы она продержалась, потому что потом нужно будет производить просто замеры, у кого она самая высокая. Естественно, у кого она рухнет, ну, результат аннулируется. Из серьезных мероприятий, вот из таких, да, вот как я сказала, прям серьезных-серьезных, будет, конечно, лекции, которые мы постараемся проводить больше в интерактивном формате, то есть задействовать аудиторию. Не так, что мы пришли и всех загрузили, да, этой информацией. Опять же, об историках, причем тема интересная. Великие русские историки о Кольском Севере. То есть где у каждого из прекрасных наших историков, да, у того же Карамзина может быть о Кольском Севере. И, наверное, какие-то неожиданные вещи, но идет для себя каждый. Лекцию будет проводить профессор исторических наук, да, это будет Павел Викторович Федоров, который теперь является сотрудником областной научной библиотеки. У нас есть теперь свой личный профессор. Хорошо, как вы все рассказали, прям программа насыщенная. 8 февраля в России отмечают День науки. И я посмотрел вашу программу, у вас в этот день будет прям нон-стопом все проходить. Одно мероприятие за другим. Можно о некоторых более подробно рассказать? У нас недавно, если помните, вернулся на место наш маятник Фуко. Все, наверное, помнят, что по воскресеньям мы проводили Фуко Тайм, да. Наверное, к российской науке он не имеет при любом отношении, но все же мы решили, что это такое зрелищное мероприятие, которое может собрать на себя, да, внимание аудитории. И мы маятник Фуко запустим и в субботу, и в воскресенье. В воскресенье он теперь будет запускаться в 3 часа, и в 13.30 в эту субботу, 8 февраля, тоже будет, естественно, с рассказом. Мы даже думали о том, что, наверное, Фуко Тайм – это теперь вот наш такой вот… Символ, какая-то такая фишечка. Да, одна из фишек такой научки. И так как мы разрешаем иногда кому-то из посетителей, да, его запускать, наверное, уже стоит сделать футболку такую с надписью «Я запустил маятник Фуко». Хорошая идея, да. Ну или как минимум хэштег такой, да, интересный. Мне кажется, вот одним из важных таких мероприятий, о которых нельзя не сказать, будет презентация большого красочного альбома, посвященного Атомфлоту, да, юбилей которого праздновали. И в конце прошлого года была презентация этого альбома. Юрия Левина и Льва Федосеева, достаточно известные имена, да, и не только для мурманчан, наверное. Вот. И мы решили, что, наверное, эта презентация должна быть такой вот более популярной. То есть не просто презентовать и рассказать об Атомфлоте, но и мы попросим специалистов, сотрудников Атомфлота все-таки рассказать о том, что такое Атомфлот сегодня, да. Не только вот зацикливаться на истории, а о тех новых достижениях, о проектах, наверное, которые будут реализованы. Потому что, к сожалению, как-то не очень много информации вот в новостях тех же я вижу, да, о том, что будут новые интересные такие проекты современных крутых ледоколов, да. И об этом, наверное, стоит рассказать. Тоже в субботу будет потрясающая совершенно психологическая лаборатория. Ну, то есть психология – это вот та область науки, да, которая привлекает. Она, конечно, очень часто у многих и шарлатаны на этой теме, да. Ну, у нас, естественно, у нас научная библиотека, у нас это бренд качества, да. Вот. Поэтому у нас будут действительно хорошие специалисты, которые расскажут о том, как реализовать свою мечту и чем мечта отличается от цели. То есть как правильно поставить цель, чтобы ее достичь, грубо говоря, да. Казалось бы, такая, ну, совершенно банальная вещь, но это будет не просто лекция, там, семинар или что-то такое, да. А это будет действительно интерактив с аудиторией, то есть будут психологи задавать вопросы. И действительно, наверное, стоит каждому прийти и попытаться разобраться немножко в себе. Я в детстве помню, что занимался научными экспериментами. Я, значит, ловил мух, топил их в воде, а потом пытался оживить. Несколько раз получилось. Скажите, вот вы в детстве проводили научные эксперименты, может быть, сейчас проводите, поделитесь? Скажите. Ну, наверное, все в детстве проводили в той или иной степени какие-то научные эксперименты, да. Все мы, когда начинаем познавать этот мир, в общем-то, изучаем, естественно, научные дисциплины, да. Мы задаем вопросы своим родителям, там, почему идет дождь, почему гроза, почему ветер. Ну, вот я из таких экспериментов детских, я помню, да, операцию по разделению червяка на две части. И как же будет эксперимент каждой из этих половинок, как долго они проживут. Как долго они будут ворочаться еще. Да, да, ну вот это такой немножко такой живодерский, наверное, эксперимент. Ну, у меня тоже мух топил. Да, вот с мухами тоже как-то не очень. Я думаю, что зоозащитники, они нам с вами вот скажут сразу, что вот... Ну, мы дети, детей взятки-гладки. Да? Нет, дети должны тоже осознанно нанести ответственность за то, как они влияют на этот мир. Хорошо, спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель, директор научной областной библиотеки Ольга Овк. Спасибо. Доброе утро, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Хочу вам рассказать интересную новость. Известный режиссер Кирилл Серебренников завершил съемки картины «Петровы в гриппе». Главную роль в картине исполняет наш земляк, воспитанник детско-театральной школы Семен Серзин. Фильм – это экранизация книги Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Съемки проходили в Москве и Екатеринбурге. Теперь производственная группа приступила к монтажу и работе со звуком. Наука есть во всем, даже в искусстве. А сейчас предлагаю посмотреть, что будет далее в нашей программе. Творческий путь двух мастериц-кукольниц. Выставка Светланы Якичук и Натали Князевой. Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Утренняя зарядка в рубрике «Шагом марш». Доброе утро, друзья! Мы с Сережей Аникиевым уже готовы делать зарядку. А вы? Вы же помните, что зарядка бодрит тело и ум, наполняет энергией, оздоравливает... Сереж, что еще? Улучшает подвижность суставов, дисциплинирует и повышает настроение. Именно то, что нам нужно. Ну что, приступим? Поехали. Проснувшись рано утром, не спешите скакивать с кровати. Дайте себе несколько минут для мягкого пробуждения и подышите. Сейчас правую руку кладем на грудную клетку, левую кладем на живот, чтобы понимать и ощущать, как это дыхание у нас происходит. Дышим мы диафрагмой. При вдохе живот у нас надувается. Давайте попробуем. При выдохе, естественно, он втягивается. Диафрагмальное дыхание насыщает организм кислородом, активирует метаболизм и успокаивает нервную систему. Далее мы с тобой подделаем ягодичный мостик. Как он делается? Мы ножки в колено сгибаем, ставим на стопы. Поднимаем наш таз вверх. И вниз. И делаем так несколько повторений. Нам осталось сделать подъем ног. Поехали, правая нога. И раз. Мы взбодрились, а теперь сползаем с нашей воображаемой кровати. Поехали. Давай. Подожки, да, отдельно. Правая, левая. Ручкой отталкиваемся и стоим. Кайф. Сережа, что мы делаем дальше? Ну что, мы ножки свесили, да, сами вроде как немножко уже взбодрились. Теперь нужно встать все-таки. То есть встать полностью на наши сильные мощные ноги. Мы на ширине плеч ставим ножки, ручки соединяем в ладонях и тянемся вверх. Ручки нужно прям немножко за себя по возможности потянуть туда вот. И грудной клеткой вверх тянемся. Просто, просто тянемся, вытягиваемся. На выдохе, на вдохе тянемся вверх, а на выдохе тянемся ножком вниз. Далее делаем выпады на правую ногу и на левую. Затем усложняем задание, добавляем скручивание корпуса. Продолжаем тянуться и приступаем к упражнению с собакой мордой вниз. Стоим так около одной минуты. Дальше. Мы как раз очень логично встаем на колени. Мы делаем позу кошечки. И есть обратная поза, называется бокороут. В позе кошки мы мягко выгибаем спину и смотрим вверх. А в позе коровы округляем спину и тянемся подбородком к яремной ямке. Ручки вытягиваем, расслабляем здесь. Таз опускаем до пяточки. Ручки вперед. И голову опускаем и расслабляемся дышим. Все. Мы закончили растяжку, расслабились, подышали. Теперь можно и качать мышцы. Здесь основное правило, чтобы у нас было тело как струнка, да, то есть прямое. И первое упражнение, которое мы делаем, это касание плеч. Ну, конечно, оно нелегкое, но мы его сегодня затронем. То есть у нас одну руку поднимаем и касаемся противоположного плеча. И по очереди. Оно очень хорошо разминает и очень хорошо качает мышцы. Остаемся в планке и начинаем делать следующее упражнение – скалолаз. Поочередно подтягиваем колени к груди. Выполняем в размеренном ритме. И заключительное упражнение нашей зарядки – жаркие и бодрящие бёрпи. Залог хорошего настроения и бодрости – утренняя зарядка. Уделитесь себе 10 минут в день, и ваше тело скажет вам спасибо. Доброе утро, дорогие друзья. Порой наши детские увлечения постепенно превращаются в полноценные взрослые хобби, а, возможно, и полноценную профессию. Именно так произошло с героинями сегодняшнего нашего сюжета. Давайте с ними знакомиться. В областной научной библиотеке открылась выставка двух мастериц-кукольниц. Светлана Якимчук и Наталья Князева представили гостям несколько десятков своих работ. Это не первая выставка мастериц. Они уже радовали своими коллекциями жителей разных городов Заполярья. Я кукол очень люблю, и с детства их шила, одевала, правда, не играла, только шила и наряжала, и дарила своим друзьям. А потом, наверное, интернет повлиял. Я увидела шарнирные куклы в интернете, я загорелась, и я начала сразу шарнирки с самого тяжелого. Та самая первая кукла была сделана из папье-маши. 14 шарниров позволяли ей двигаться. На эту работу Светлана потратила целый месяц и прониклась к ней любовью. С тех пор она творит и осуществляет разные творческие идеи. Вообще я не ищу вдохновения. Зачем его искать? Оно само приходит. Вообще из всего. Из кусочка ткани. В отличие от Светланы, у которой образы, лица и наряды рождаются в процессе работы, Наталья берет за основу своих любимых персонажей из фильмов и мультфильмов. Ее работа «Кинза-дза» регулярно получает высокую похвалу от посетителей выставок. Наталья уже 10 лет развивается в любимом хобби. У меня это не куклы, это люди. Как видите, я вырабатываю какой-то сюжет. У меня сюжетные, характерные или шаржи из фильмов. Поэтому для меня эти куклы скорее как театр. Гости выставки смогли в полной мере порадоваться работам мастериц, портретным композициям и шарнирным куклам. Каждый посетитель нашел интересный образ, увлекательную историю, окунулся в воспоминания о персонажах, знакомых с детства. С детями работы мне вообще в принципе нравится тем, что по ним очень хорошо рассказывают сказки. Но не каждый у них в глазах своя жизнь. Света настолько ярко делает глаза, что просто ты понимаешь, что в этих глазах можно прочитать и прошлое, и будущее, и настоящее. Ну такие замечательные работы. И, короче говоря, вот если посмотреть даже, какое убранство на столе, здесь и горилка, здесь и гусь, здесь и варенички, все, что хотите. И пирожки, так что слюнки текут. Выставка будет работать для посетителей Мурманской областной научной библиотеки до 29 февраля. Все желающие смогут полюбоваться работами и выбрать своих фаворитов среди ее героев. Илья Курлучян, Андрей Бричко, ТВ-21. И под занойс хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не страшились и не отвергали науку, а пытались воспользоваться ей на благо. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова